Баклажаны у нас продают в любое время года, но зимой я их не покупаю, потому что летом делаю заготовки для всех своих любимых блюд с баклажанами. Покажу сразу 7 способов. Уверена, вы обязательно найдете здесь свой и, скорее всего, не один. Первый. Баклажаны мою, убираю хвостики и делаю надрезы вот так, не до конца. Что-то типа веера получается. Точно так же и остальные. Готовлю сразу не менее 10 штук. А если место в морозилке позволяет, можно и больше. Поверьте, много не будет. Нарезаю кружочками лук, помидоры, перец. Можно и остренького добавить, если любите. И начиняю баклажаны. Помидоры, перец и лук. Чтобы баклажаны занимали меньше места, плотненько заворачиваю каждый баклажан в пищевую пленку. А потом в пакет и в морозилку. В конце видео покажу, как я готовлю такие баклажаны. И летом, и зимой одинаково вкусно. Привет, друзья! Это Кухня наизнанку. Подпишитесь, если еще не со мной, а я продолжаю. Второй способ. Запеченные баклажаны. Выкладываю на противень, накалываю и в духовку. Примерно на полчаса. Запекаю при температуре 200 градусов. Можно запечь баклажаны на мангале. Будет еще вкуснее. Достаю из духовки. Накрываю фольгой. И оставляю так до полного остывания. Затем снимаю с остывших баклажанов кожицу. И укладываю их в емкости для заморозки. Перекладываю листочками из пергаментной бумаги, чтобы потом легко можно было отделить баклажаны друг от друга. Можно, кстати, и перец запечь. Тоже снимаю кожицу. И тоже укладываю в емкость для заморозки. И помидорчики запеченные. Здесь тоже не помешают. Зимой добавляю такие баклажаны в запеканки, в супы. Или готовлю салаты. Но даже просто так, на гарнир к мясу, например, это очень вкусно. Если в морозилке вдруг места мало, можно сделать такую заготовку в банках. Хранить можно даже при комнатной температуре. Как я это делаю, я показывала в предыдущем видео. Если вдруг пропустили, ссылочка будет в описании. Запеченные баклажаны также можно нарезать на кусочки. И заморозить уже нарезанные. Можно с перцем. Это отличное сочетание. Зимой готовлю с такими баклажанами икру или использую для начинки пирогов. Еще один способ. Баклажаны очищаю от кожицы. И нарезаю на небольшие кубики. На сковороде разогреваю растительное масло и частями обжариваю нарезанные баклажаны. Именно вот так, понемногу. Чтобы кусочки оставались целенькими. Если жарить сразу много, может получиться каша. Баклажаны сразу впитывают масло. Но потом, когда они уже готовы, станет заметно, что на сковороде снова достаточно масла, чтобы можно было обжарить следующую порцию. Выкладываю обжаренные баклажаны на тарелку и даю им полностью остыть. Затем в порционные емкости и вот так замораживаю. А зимой, когда захочется нашей любимой жареной картошечки, достаю баклажаны из морозилки, даю немного оттаять при комнатной температуре и добавляю в сковороду к уже обжаренному с луком картофелю. Солю по вкусу. Обжариваю несколько минут все вместе и на тарелку. Посыпаю зеленью и чесноком. Даю настояться 2-3 минутки и подаю. Это очень-очень вкусно, как картошечка с маслятами. Или можно обжарить в сковороде лук с чесноком и сладким перцем. Добавить кусочки таких баклажанов, соль, специи. Прогреть в сковороде пару минут. Добавить кунжут и зелень. У меня кинза и петрушка. Все. Перемешиваю и подаю. Теплый салат с баклажанами. Очень вкусно. И готовится мгновенно, когда под рукой такая заготовочка. Следующий способ. Очищаю баклажаны от кожицы и нарезаю. Нарезать можно по-разному. Кружочками, брусочками, кубиками. Выкладываю баклажаны в сушилку для овощей и немного их подвяливаю. Сильно не сушу. Они должны остаться мягкими. Время сушки зависит от толщины кусочков и от мощности сушилки. Перекладываю в пакет и в морозилку. Если сушилки нет, то можно и в духовке подсушить. Зимой такие баклажаны добавляю, куда мне нужно. Можно варить, жарить, тушить. Предварительно можно замочить такие баклажаны в воде, если покажутся слишком сухими. Для следующего способа нарезаю баклажаны очень тоненько. Толщина должна быть 4-5 мм. Кожицу не убираю. Здесь она не мешает. Разогреваю сковороду гриль и смазываю растительным маслом. Выкладываю ломтики баклажанов, прижимаю лопаточкой и обжариваю на сильном огне с двух сторон. Не солю. Сковорода, кстати, совершенно любая подойдет. Просто я люблю, когда не только вкусно, но и красиво. Когда баклажаны полностью остынут, выкладываю их на доску или на тарелку и убираю в морозильную камеру. А когда они уже хорошо замерзнут, перекладываю в пакет или контейнер для заморозки и снова отправляю в морозилку. Зимой из таких баклажанов готовлю мои любимые отбивные, как я их называю, и различные закуски, даже на новогодний стол. Достаточно разморозить, добавить соль, специи и завернуть начинку из мягкого сыра с чесноком и зеленью. Вкусно! И еще один способ. Просто нарезаю баклажаны, можно вместе с кожицей, и помидоры. С помидоров обязательно снимаю кожицу, а только потом нарезаю. Складываю баклажаны в пакет, а помидоры в контейнер для заморозки. И замораживаю. А зимой готовлю свой любимый суп с баклажанами. И получается не хуже, чем летом. Если вдруг вы еще не пробовали этот вкуснейший супчик, даже настаиваю, попробуйте. И вы точно сделаете такую же заготовку на зиму. Рецептом супчика я недавно делилась на своем телеграм-канале и в сообществе ВКонтакте. Если не подписаны, сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылочке в описании. А суп я здесь все же коротко повторю. Уже очень он вкусный. Попробуйте, не пожалеете, точно. Бульон я сварила заранее. У меня говяжий, но можно взять любое мясо или приготовить такой суп на овощном бульоне. В кипящий бульон добавляю нарезанный картофель, солю по вкусу и варю до готовности картофеля. На небольшом количестве растительного масла обжариваю лук до мягкости. Затем добавляю нарезанные баклажаны, свежие или замороженные. Обжариваю баклажаны до готовности. Это примерно 5 минут. И выкладываю в сковороду очищенные и нарезанные помидоры. Тоже свежие или замороженные. Тушу 3-4 минутки. Солю по вкусу. И добавляю сметану. Лучше выбирать пожирнее. Перемешиваю и тушу еще пару минут. Картофель уже полностью готов. Перекладываю в кастрюлю тушеные овощи. Довожу до кипения и варю 2-3 минуты. В самом конце добавляю нарезанную зелень и измельченный чеснок. 3-4 зубчика. Довожу до кипения и отставляю. Обязательно даю супчику настояться минут 20. И все. Можно подавать. Суп получается безумно ароматный с легким сливочным вкусом и приятной томатной кислинкой. Попробуйте. Точно не пожалеете. Это правда, ну очень вкусно. Ну и как и обещала запеку баклажаны с овощами. Можно использовать свежие или замороженные овощи. Я покажу на примере замороженных. Раз уж видео о заготовках. Выкладываю баклажаны в форму для запекания. Здесь не стоит использовать стеклянные и керамические формы. Накрываю фольгой и ставлю в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. Если овощи свежие, то и 20 минут достаточно. В это время готовлю соус. Сметану смешиваю с майонезом. Добавляю чеснок, соль, натертый сыр. Перемешиваю. Убираю фольгу и выкладываю подготовленный соус сверху на баклажаны. Готовлю баклажаны под соусом еще минут 25. Перед подачей посыпаю зеленью. Это очень вкусно как в горячем, так и в холодном виде. Попробуйте. Все рецепты оставлю под видео в описании. Ставьте лайк, чтобы не потерять это видео. И подписывайтесь на другие мои соцсети, чтобы не потерять меня. Ведь впереди еще много всего интересного. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!